Сегодня мы завершаем цикл сюжетов, посвященный десятилетию телеканала РЕН-ТВ «Набережные Челны». Заключительная серия расскажет о событиях, которые еще свежи в памяти большинства челнинцев, ведь происходили они недавно, всего год назад, или того менее. Итак, мы закрываем краткую антологию истории города, попавшей в объективы наших телекамер за последние 10 лет. Вспоминаем год 2013. 2013-й не запомнился культурными прорывами или строительными рекордами. Не возводились пачками детские сады, не было реконструкции целых проспектов, не открывались театры или школы. Работа, конечно, шла, но как-то все буднично. И на фоне этой тишины особо громко звучали голоса недовольных, а на передний план вышли негативные события и резонансные происшествия. Самым чудовищным стало убийство маленькой девочки. Родители забили тревогу, когда 8-летняя школьница после занятий хореографией не вернулась домой. На поиски бросились полиция, спасатели, тысячи добровольцев. Заброшенные участки смотрите, овраги смотрите. Осмотрели старые бараки и сам мост, и другая группа дошла нам навстречу. Книва, синий металлик, R759, V16, РУС. Это житель набережных Челнов, 82-го года рождения. Работник одной из коммерческих фирм ранее не судимый. Отпечатки пальцев мужчины совпали с отпечатками пальцев, обнаруженные на вещах похищенной девочки. Его показания проверяются со всех сторон, как его, так и показания свидетелей. Сейчас мы на границе Сармановского и Саинского районов, примерно в 10 километрах, от населенного пункта под названием Сармановского района. Постарались сделать место, куда бы наши челницы могли подойти, обратиться к нашей Василисе, поставить свечи, помолиться. Я хочу сказать вам, чтобы вы берегли своих детей, чтобы она не была страхом из-за страха, чтобы просто было из-за любви, чтобы все, кто пришел, а те, кто услышат, чтобы переоценили свои ценности. Утерите внимание детям. Подозреваемый в итоге был признан судом присяжных виновным и получил пожизненное лишение свободы, хотя сам он отрицает свою причастность. Перед всеми людьми, перед всеми я клянусь, что это не я совершал. Еще две жизни унесла трагедия на стройке жилого комплекса «Солнечный», где днем 4 декабря взорвался кустарно изготовленный парогенератор. Его фрагмент, словно ракета, взмыл в небо на 30 метров, пересек проспект Вахитова и, пролетев над девятиэтажкой, врезался в соседнюю пятиэтажку, насквозь пробив ее стену. За несколько дней стены дома восстановили. Если бы не гибель рабочих, то полет фрагмента парогенератора мог бы остаться в истории как курьез. За смерть двух рабочих пришлось ответить начальнику. Суд лишил его свободы на три года. Условно. Сам он свою вину полностью признал. Можно было бы предотвратить, соблюдая определенные законы меры безопасности, чего, к сожалению, сделано не было. Никакие меры безопасности не спасут от землетрясения. Ровно год назад набережная Челны тряханула. Точнее, потрясло немного. Толчки с магнитудой до трех баллов вреда не причинили. Лишь немного попугали челнинцев. Еще одно стихийное бедствие – потоп. Тоже знакомо челнинцам. И хотя происходит наводнение локально, в районе моста дороги на БСИ, но зато редким явлением его не назовешь. Тут уже несколько лет топят. При каждом таянии снега или в дождь. Для кардинальных мер, как всегда, не хватает финансирования. В долгах тоже много занимал. Некоторые, я знаю, даже и покушать нечего даже. С финансированием в прошлом году было туго и на муниципальных предприятиях сразу два. Горсвет и предприятия автомобильных дорог отметились забастовками. Рабочие отказывались выходить на смену из-за задержки зарплаты и недовлетворительных условий труда. Что выходить-то? Пусть заваливает город грязью и всем. Может, тогда город, мэрии и начальство поймут, что стоит гопат. Ситуация грозила выйти из-под контроля. И проблема стала головной болью не только для руководителей предприятий, но также городских властей и даже республики. Общими усилиями бунт пролетариата им все же удалось погасить. И люди продолжили работу. Но не поставлена точка в деле о подмене младенцев в роддоме. На днях как раз прошло слушание поиска матерей, каждая из которых требует у больницы по 3,5 миллиона рублей, как компенсацию морального и материального ущерба. Но суд уменьшил сумму в 14 раз. А значит, процесс продолжится. Напомним, в августе акушеры перепутали младенцев двух рожениц, которые оказались тезками. Обе – Людмила Александровна. Молодые мамы так даже заподозрили неладное. Я сразу поняла, материнский инстинкт все-таки сработал, поняла, что это не мой ребенок. Медперсонал заверил – ошибки быть не может. Но тест ДНК показал иное. Проживающие в разных городах семьи обратились в следственные органы. В итоге спустя три месяца удалось вернуть детей родным матерям. История прогремела на всю страну и привела к целому ряду громких отставок. Сегодня принято решение об освобождении от своих должностей начальника управления здравоохранения города Новижный Челнок и главный врач Камского детского медицинского центра, также освобожден от занимаемой должности. Впоследствии управление здравоохранения возглавила Елена Боенко, а Камский детский медицинский центр – Тимур Мубаракшин. В 2013-м на повышение пошел и Владимир Чагин. Семикратный победитель Дакара в июле официально стал руководителем команды КАМАЗ «Мастер». А сама она отмечала в том году юбилей – 25-летие. Слово, не обошлось без нее во время эстафеты огня Казанской универсиады. Его пламя в преддверии Всемирных студенческих игр побывало и в нашем городе. Среди тех, кто также удостоился чести пронести факел по улицам нашего города, как представитель авторадио – Абдулхак Батюшов. Генеральный директор нашего холдинга СТВ «Медиа». На этой спортивно-праздничной ноте мы, пожалуй, и завершим цикл сюжетов рубрики «Главные новости города за 10 лет». Все 10 серий, которые для вас готовили – Тагир Закиров, Владимир Западнов и, конечно же, все-все-все с телеканала РЕН-ТВ «Набережные Челны». И на заметку. Все серии рубрики «Главные новости города за 10 лет» можно заново пересмотреть на нашем сайте. О самых важных событиях того или иного года с 2004 по 2013 расскажет интернет-версии наших телесюжетов, которые с конца марта каждый понедельник выходили в программе «Новости 24. Набережные Челны».